С начала марта установка пожарных извещателей в квартирах стала обязательной сразу для нескольких категорий семей. Приборами по обнаружению дыма должны быть оборудованы дома, где проживают трое и более детей. Тем, кто находится в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, датчики устанавливают за счет бюджетных средств. Системы сигнализации за последние пять лет обеспечили около 500 семей. Подробности у Анастасии Маскаленко. Семья Федоровых воспитывает четырех детей. Они, одни из первых, получили пожарные извещатели в рамках муниципальной программы. Сейчас он работает на входе в квартиру. Второй датчик глава семейства обещал установить в ближайшее время. С этого года их наличие в домах, где живут многодетные семьи, обязательно. Ответственность за установку несут собственники жилья. Если квартира предоставлена по договору социального найма, то устанавливать оборудование должен муниципалитет. Мы с 2018 года эту работу ведем по оборудованию мест проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Со все эти годы мы больше 500 извещателей простых автономных установили. И эту работу будем продолжать в дальнейшем. Инспекторы отдела надзорной деятельности МЧС делают особый упор на работу с населением. Информирование осуществляется всеми доступными способами. Инструктажами, социальная реклама, профилактические рейды с вручением памяток. Повышенное внимание уделяют семьям из группы риска. С начала года в Иркутской области на пожарах погибло уже 9 детей. Статистика ужасная. В прошлом году за весь год погибло 13 детей. И наша область уже на протяжении нескольких лет занимает первое место в России по детской гибели. Поэтому нами уже не первый год проводится большой комплекс мероприятий по предотвращению детской гибели. Случаи, когда дети, оставленные без присмотра, устраивают пожары, происходят регулярно. Нередко такие инциденты заканчиваются трагически. По словам специалистов, даже одного извещателя может хватить на то, чтобы обезопасить свое имущество и избежать непоправимых последствий. Анастасия Москаленко, Александр Черник, Местное время.